Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Как вы видите, я нахожусь в Международном аэропорту Лос-Анджелеса имени Тома Брэдли. LAX называется еще он. И перед возвращением уже домой я хотел бы рассказать вам, что производит максимальное впечатление на американцев. Отчего они просто офигевают и не могут поверить, что это правда. Я пересказываю им то, что говорит российская пропаганда россиянам. То, во что верят десятки миллионов россиян и считают это за правду и воспринимают как чистую монету. То есть десятки миллионов россиян верят, и это им говорят по телевизору, что Америка на самом деле начала войну в Украине. Это американцы начали, но только руками украинцев. То есть американцы специально развратили часть русских и заставили эту часть русских думать, что они украинцы. И эти же американцы подлые, они и поляков заставили думать, что они поляки, а не русские. А на самом деле это все русские. И русские собираются их освободить. Ну, а если те не хотят освобождаться, то их надо убить. И в это верят, поддерживают десятки миллионов людей. И вот тут у них начинается ступрос. А когда я рассказываю им, что на российском канале вообще говорят, что надо стереть с лица земли Вашингтон, отобрать назад Аляску, американцы по мнению российских пропагандистов, и не просто по их мнению, а по святому убеждению огромного количества россиян, большая половина верит, что американцы хотят, чтобы их дети стали геями и лесбиянками. Тогда они меня спрашивают, а зачем, по их мнению, нам, своих детей, всех перещелкнуть на ге-лезбийское сообщество? Я говорю, не надо задавать вопросы, зачем. В России на все вопросы есть один ответ. Потому что. Потому что американцы это дьявол. Я говорю, вы, по мнению российской пропаганды, страна дьявола. То есть вы и есть дьявол на земле. И вот тут, вот когда им все во всех подробностях. Я рассказываю все про этих Красовских, Семаньянов, Соловьева. Я просто пересказываю, что несут. Они мне говорят, ну, ты слушай, если бы мы вот это вот, то, что ты говоришь, реально прочли в какой-то книжке, мы бы подумали, что автор-фантаст-извращенец. Таких вещей не бывает, но этого же не может быть. Ну, неужели это действительно так? Я говорю, да. Понимаете, они готовы жить в дерьме. Они готовы голодать. Они готовы нищенствовать. Но они верят, что вы, американцы, им завидуете. Те говорят, ну, а как мы можем завидовать бомжам? Ну, я говорю, неважно. Они верят, что вы живете хуже их. Они верят, что вы завидуете им. Те говорят, ну, это же не может быть. Но ведь весь мир знает, что мы живем лучше всех. Ведь у них есть интернет. Я говорю, да хрен с ним, с кем интернетом. Интернет у них есть. Говорю, мозгов у них нет. Те говорят, нет. Ну, мы понимаем, что мозгов у них нет. Но неужели мозгов может не быть до такой степени? Я говорю, да. У них отрицательное присутствие мозгов. У них даже если кто-то в России начинает думать и проявлять мозговую деятельность, его сажают в тюрьму. Я когда рассказываю американцам во всех подробностях, что в России сажают человека, который просто с чистым листом бумаги вышел на улицу и молча стоит за перепост в Фейсбуке, они говорят, нет, ну мы понимали, что все плохо. Но нам так подробно не объясняли. То есть говорят, а русские пробовали вызвать врача. То есть как-то может быть, ну а что медицина бессильна? Разве они не понимают, что это же клиника, что это болезнь? Говорю, нет, не понимают. И самое главное, что все американцы, с которыми я общался, я общался с очень большим количеством людей, причем совершенно разных социальных слоев. Они все до единого считают, что это их война. Они все говорят, это не Афганистан. Вот то, что происходит в Украине, это не Сирия, это не Грузия, это не Югославия, то есть это не Косово. То есть это действительно война, ну по масштабу, которая уступает только Второй мировой. Потому что на самом деле ни одна война не была глобальным конфликтом всего западного мира, всей цивилизации с простым тупым варварством. Как только им начинаешь в подробностях рассказывать картину мира, в которую верят русские, вот тут у людей начинается, ну просто, ну просто такое искреннее глубинное непонимание, они действительно не могут себе этого представить. И то, что здесь на всех каналах, здесь там и по радио, когда ты едешь в машине, периодически эта тема выплывает. Ну разве что на музыкальных станциях, это ну вот на этих музыкальных, там где постоянно крутится только рэпчик там или классика, вот они, пожалуй, не злоупотребляют. Но у них действительно уже сложилось очень стойкое убеждение, а что для них это задача национальной гордости, это задача престиж, это то, что должно обязательно закончиться выигрышем цивилизации. И самая позитивная реакция, когда я говорю американцам, дорогие друзья, я возвращаюсь домой, и в следующем году спасибо вам, что вы меня приглашаете, оплачиваете нам тут проживание, питание, транспорт, ну все, как говорится, на всем готовом. Я хочу в следующем году опять приехать к вам в гости, воспользоваться вашим гостеприимством, ну то есть поучаствовать во всех этих церемониях, пообщаться с художниками, писателями, моими друзьями. И в следующем году я хочу приехать уже с победой, потому что я не знаю, как у вас, но вот у меня огромная мечта. Я бы хотел перестать вот в лице всей нашей страны истощать ваш бюджет вот именно военными дополнительными расходами. Я не знаю, как вы, но я бы очень хотел, чтобы в самое ближайшее время вот статья расходов на вооружение Украине полностью исчезла с помощью победы над врагом. Потому что это вы, американские граждане, налогоплательщики, оплачиваете помощь Украине. И еще одна очень важная вещь. Американцы, особенно здесь, в Калифорнии, очень любят Дональда Трампа. И они абсолютно четко, абсолютно конкретно понимают, что есть параллель очевидная между Зеленским и Трампом. И они прямым текстом говорят, ну мы его так и воспринимаем. То есть мы воспринимаем, что вот бывают такие флуктуации в пространстве. Да, сегодня он лицо, которое представляет вашу страну, но восхищаются они, не Зеленским. Они восхищаются украинской армией. Они восхищаются украинским народом. Больше того, здесь достаточно много людей знает, что Зеленский достаточно много накосячил, особенно перед началом войны и во время, вот когда война началась. То есть о Зеленском здесь до 24 февраля, вообще-то в медиа, шла очень дурная слава. А американцы никогда ничего не забывают. Они не то чтобы злопамятный народ, просто они и не злые, но память у них хорошая. Они все это помнят. Они ко всем президентам, прежде всего к своим, а тем более к чужим, относятся с подозрением. Только вот здравый смысл и попытка вот все узнать и объяснить. Здравый смысл это то, чем руководствуются американцы. Критическое мышление, да это просто флаг этого государства, потому что здесь все относятся к власти критически. И Зеленский совсем не является безусловным героем. То, что нам несут на едином марафоне, ну, американцы, особенно которые следят за новостями, в общем, короче, мнение у них абсолютно не то, что нам пытаются продать в зеленой команде. Американцы здравомыслящие люди. Они построили огромную, прекрасную, богатющую, образованную, технологически самую развитую страну. И здесь навешать лапшу на уши, ну, практически невозможно. Мало того, они массово говорят, что вот это недоразумение с Трампом должно научить впредь осмотрительнее выбирать себе власть. И если они о себе говорят такое, ну, значит, и нам с вами нужно у них учиться. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии, распространять в соцсетях. Ну, а победа, я уверен, как и вы, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас обязательно не заржавеет.